Добро пожаловать! Мы завершаем изучение первого послания апостола Павла к Тимофею. Мы остановились на шестой главе. И на прошлом занятии завершили изучение большого раздела, где Павел оставил Тимофею наставление по поводу четырех групп людей. Вначале Павел разбил на группы по возрасту и полу, затем он писал о вдовах, затем как поступать со служителями церкви. И, наконец, на последнем занятии мы разбирали его наставление по поводу рабов. И мы говорили о том, как к рабам следовало относиться к своим господам, неважно, верующие они или нет. И мы сказали, что в основе всего Евангелия Иисуса Христа. И далее Павел переводит внимание на несколько другую тему в шестой главе первого послания со стиха с третьего по десятый. И это та тема, с которой он начал это послание. Это тема о лжеучителях. Странствующие учителя приходили в город Эфес, как и все другие города, и находили те места, где могли говорить о своем учении, о своих доктринах. И что-то в их учении было очень похоже на Евангелие Иисуса Христа. Отличаясь, казалось бы, незначительно. Но что-то представлялось совсем иначе. Было извращением Евангелия. И вот представьте, разные учителя с разными подходами. Все это негативно влияло на церковь. Люди путались. Они не знали, во что им верить. За каким учителем следовать? Иисус говорил так, Павел учил так, но, Тимофей, во что же нам верить? И Павел пытается дать совет Тимофею по поводу того, как вести себя с лжеучителями. И вот в этом конкретном отрывке он будет говорить о том воздействии, которое оказывает лжеучение на жизнь в церкви. Я хочу повторить одно выражение, о котором я уже упоминал. Вера определяет поведение. Вы будете слышать от меня это вновь и вновь на протяжении всего нашего изучения второго послания Павла. Это истинно лежит в основе того, что Павел пытается донести. Вера, то, во что мы верим, определяет поведение, как мы поступаем, как мы живем. Не наоборот. Итак, давайте продолжим наше размышление. Если вы хотите узнать, во что верит какой-то человек, то понаблюдайте за его поведением. Потому что вы не можете встретить кого-то и узнать, что у него на уме. И потом сказать, «О, теперь я знаю, во что этот человек верит». Но если вы будете наблюдать за людьми, то многое узнаете о них. К примеру, в Америке я не люблю ходить за покупками. Моя дочь обожает это, жена обожает, но не я. Если мы заходим в торговый центр, где много магазинов, в считанные минуты я устаю от всего этого. Я не люблю ходить за покупками. Но знаете, что мне нравится? Наблюдать за людьми. И знаете, в каждом торговом центре есть место для отдыха, где люди могут посидеть. И знаете, я там сажусь и наблюдаю за людьми. И вот идет подросток, у него в ушах наушники, он слушает музыку, по стилю одежды, по тому, как они общаются друг с другом. Я многое могу понять о них, во что они верят. Вот, к примеру, идет мама с коляской, и рядом с ней еще двое маленьких детей. И один из них постоянно дергает маму за платье, чтобы привлечь ее внимание. То, как она отвечает ребенку, с раздражением или нет, это говорит не о том, во что она верит. Или вот идет папа с детьми. И не важно, что это за человек. Не важно, богат он или беден, молодой или пожилой, мужчина или женщина. То, как они относятся к окружающим, многое говорит не о том, во что они верят. Когда Павел продолжает начатую им тему, он говорит, вот поведение, которое видно окружающим. Это поведение людей, которые сеют семена лжеучений, и это оказывает влияние на церковь. И наше изучение поможет нам увидеть самих себя, как мы относимся к другим людям, и что наше поведение говорит о том, во что мы на самом деле верим. Давайте откроем Библию, 1-е послание к Тимофею, 6-я глава, и прочитаем стихи с 3-го по 10-й. 1-е Тимофея, 6-я глава, с 3-го по 10-й стих. В моей Библии последняя фраза 2-го стиха объединена с 3-м стихом, потому что кто-то посчитал, что здесь говорится об одном и том же. Может быть, в ваших Библиях по-другому разбиты стихи. Итак, вот что Павел говорит. «Учись ему и увещавай» — это последняя фраза 2-го стиха. «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречия, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких». «Великое приобретение — быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Если попытаться разбить этот фрагмент на два отрывка, то я бы сделал это так. Первый фрагмент был бы со второго по пятый стих, и я назвал бы его так. «Ваша вера влияет на ваши взаимоотношения». То, во что вы избираете верить, влияет на ваши взаимоотношения с другими людьми. Вот давайте посмотрим, что происходило в церкви. «Кто учит иному, — пишет Павел, — и не следует здравым словам нашего Господа Иисуса Христа и учению о благочестии». Вот давайте поразмышляем об этом. Здесь Павел использует слово «здравое». «Здравое» означает «здоровое». Если я еду к врачу для того, чтобы пройти через обследование, то врач сначала послушает мое сердце, проверит легкие, предложит сдать мне различные анализы, и скажет, «Брюс, ты здоров. В тебе нет ничего неправильного». И Павел говорит, что слова нашего Господа Иисуса Христа «здравы», то есть они «здоровы». Вы можете впитывать их, переваривать их, можете жить по ним, применять их. И далее Павел говорит об учении о благочестии. И это поможет нам понять, как воспринимать те учения, которые мы слышим. То, что я слышу, побуждает меня к благочестию или, наоборот, уводит от Него. Если те слова, которые вы слышите, мотивируют вас проявлять благочестие, жить по Евангелию, по слушании Христу, то вот такое учение необходимо воспринимать. Но если учение, которое вы слушаете, уводит вас в сторону от Иисуса Христа, уводит от отношений с Богом, это общение с другими христианами, то это не то учение, которое вы должны слушать. К примеру, музыка. Когда я был совсем молод, даже был мальчишкой, то это было время зарождения современной христианской музыки в Америке. Песов было немного, и записей было немного, поэтому выбирать особо было не из чего. И вот спустя поколение, когда уже мои дети выбирают музыку, тоже существует огромное количество записей, претендующих на название христианские. Огромное количество. Поэтому с моими детьми у меня проходят такие же обсуждения и споры, как у меня с моими родителями в свое время. Мои родители говорили мне, музыка слишком громкая, и слов непонятно. И хотя я стараюсь не повторять своих родителей, но иногда я слышу в своих словах их слова. Но, вместо того, чтобы говорить о громкости или о каком-то стиле музыки, я спрашиваю детей, а о чем эта песня? Где-то два месяца назад я разговаривал со своим сыном Лэндоном. Лэндон предложил мне послушать по iTunes одну песню на компьютере. И я тогда сказал, «Мне жаль, Лэндон, но я не могу понять слов. Может быть, у меня плохо со слухом». И после этого он пошел на интернет и нашел слова этой песни. И сказал, «Папа, прочти». Я прочитал слова этой песни «Изумился». Автор действительно понимает истину. И после того, как я прочитал слова, я вновь послушал эту песню, и я уже понял их. Я смог разобрать слова этой песни и сказал, «Лэндон, эта группа действительно понимает суть Евангелия, принимает слово Бога. Может быть, это не самый любимый стиль музыки для меня?» Но то послание, которое пытаются довести в этой группе, соответствует здравому учению Иисуса Христа, соответствует учению о благочестии. Это нормально. Просто это выражено по-особому. И это учение о благочестии становится такой прекрасной вышивкой. Вы знаете, что такое вышивка? Представьте, там, персидский ковер, или можно в музее увидеть огромные вышитые ковры. И если внимательно присмотреться на узоры, на нити, на цвета, используемые при создании этой вышивки, то все это вызывает изумление. Вы поражаетесь, как все связано, как одно переходит в другое, как каждая деталь находит свое место в огромной картине. Это и есть послание Иисуса Христа, здравые слова нашего Господа, которые побуждают нас в благочестии. И далее, в четвертом стихе Павел говорит, «Кто учит иному, тот не создает прекрасный узор, тот не раскрывает суть Евангелия». Вот кем становится такой человек. Тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрением. «О, мне незачем следовать учению Иисуса или учению апостола Павла. Они были слишком ограниченными, слишком много запрещали. Нужно иметь более широкое понимание». И Павел говорит, что все это поощряет эгоизм в нашем сердце. И это серьезная проблема в Америке. Я не знаю, сталкивались ли вы с этой проблемой в вашей стране, но мы создаем в Америке Евангелие, в центре которого я сам. О, знаете, есть места в Библии, которые так трудно понять, да и есть такие стихи, которые, на мой взгляд, не Богом были сказаны вообще. «Да, вот это я приму, но не это». Или здесь как-то все сурово сказано, а это к нашей культуре не соответствует. В Библии надо расти, меняться вместе с нашей культурой. Если вы так поступаете, то вы становитесь в центре Евангелия. Вы в центре своей истины. И Павел говорит, что тогда мы становимся гордыми, невежественными, высокомерными, и, по сути, показываем, что мы вообще ничего не понимаем. Ведь на самом деле, это и есть Божье Слово. Все 66 книг, авторы, писавшие эти книги, были вдохновлены Богом, чтобы дать нам то, что у нас сегодня есть. И в 4 стихе Павел продолжает, «Тот горд, ничего не знает, но заражен страстью состязанием и словопрением, от которых происходит зависть, распри, злоречие». То есть, если кто-то в чем-то сомневается, и другой человек верит иначе, то между ними будет спор. Как ты можешь в это верить? А ты как в это можешь верить? А как можно верить в это? А как можно верить в это? Это ведет к расприям, злоречиям, и все это не ведет ко Христу. И все это в итоге сводится к бесчисленному количеству аргументов, споров, что в итоге приводит к разделениям церкви. И далее Павел приводит 5 слов в некой прогрессии. Если у вас есть подвал в доме, или, может быть, погреб, где вы храните продукты, то когда вы спускаетесь, вы на одну ступеньку вниз, на вторую ступеньку вниз, до самого дна. И эти 5 слов словно ступеньки к самому дну, на котором может быть человек. Апостол Павел пишет, от которых происходит зависть. Зависть. Это желание чего-то. Если у вас есть что-то, чего нет у меня, я хочу это. Церковь-то может проявляться вот как. Скажем, «О, он прекрасный учитель. Если бы я мог учить так, как он, тогда бы меня ценили. Тогда бы я считался важным здесь». И все это ведет к следующему. Павел пишет, «Распри». «О, если бы только у меня было столько времени, сколько у него на подготовку, ну, конечно, я бы так подготовился. Да, вот у пастора Брюса есть время закрыться в кабинете, уединиться. Вы знаете, сколько времени он тратит на изучение? Уж лучше бы он с людьми побыл. Распри. Они ведут к разделению. Третье слово. Злоречие. Когда один человек начинает говорить другому о ком-то, «А ты знаешь, сколько часов пастор Брюс проводит в своем кабинете в изучении?» О, разве он не понимает, что задача пастора — пасти овец? Если бы он поменьше времени проводил в своем кабинете, то Бог бы обращался к нему ясно и четко. Если бы он больше времени проводил с нами, и начинается разделение. Лукавые подозрения. Когда люди начинают обсуждать какого-то другого человека. И вначале кто-то говорит, «Ну, я не верю, что все это может быть правдой». Но потом проходит время, и человек начинает уже сомневаться. Может быть, пастор Брюс и вправду плохой пастор. А я-то думал, что у него такие хорошие проповеди. Он говорил прямо к моему сердцу. Но послушав этих друзей, как они говорят о нем, что он столько времени проводит в своем кабинете, то я уже не уверен, что он достойный и хороший пастор. И подозрения растут. И все это ведут к пятому стиху. Пустые споры между людьми. Их споры уже не о пасторе, не о Тимофее. Они начинают ставить под сомнение богословские принципы. «Я верю так, а я верю так». Они будут спорить по поводу каких-то деталей, незначительных вещей. И все это неминуя ведет к распрямой трению. И в результате друг другу наносятся обиды, причиняется боль. И это вредит церкви, и это вредит Евангелие Иисуса Христа. Как будто бомба упала здесь и взорвалась. Потом упала здесь и взорвалась. И вскоре от церкви остаются руины, и церковь уже неэффективна. В нашем объединении церквей, в том штате, где я несу служение, у нас есть команда посредников. И как она функционирует? Такая команда приезжает в церковь, в которой распри. И эта церковь попросила о помощи. Мы бы хотели, чтобы вы приехали и помогли нам разобраться по такому-то вопросу, ну, скажем, по вопросу отношения с пастором. И вот группа из двух или трех человек... Я раньше был в составе этой группы, сейчас уже больше не вхожу в нее. И когда мы приезжали, мы задавали вопросы, мы беседовали с людьми. И знаете, что мы обнаруживали? Они приглашали нас по одному вопросу, но в результате обсуждался и обнаруживался совсем другой вопрос. А может быть, два, а может быть, три, а может быть, четыре. Вы все представляете, как выглядит луковица. У луковицы есть слои, чешуйки, и вы ощущаете один слой, потом за ним другой, там третий. И точно так же с проблемами в церкви. Чем больше решаешь проблемы, тем больше их обнаруживаешь. И вот когда наконец все закончилось, я помню, как мы разговаривали с моим коллегой. Он сказал, «Мне кажется, у них не одна проблема, у них 15 проблем в этой церкви». А причиной всего было то, о чем мы читали. Спор здесь, разговор здесь, злоречие с этой стороны. И в итоге церковь оказалась разделена. И совсем не такое действие должно оказывать Евангелие Иисуса Христа. Пятый стих. Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Вот это надо запомнить. Они считают, что благочестие служит для прибытка. Если мы следуем за Богом, то, конечно, Он приведет нас к успеху. Если будем следовать этому принципу и этому принципу, то Господь неминуемо благословит нас. Это еще одна проблема, с которой мы сталкиваемся на Западе, в американской церкви. Кто-то называет это Евангелием здоровья и благополучия, Евангелием процветания. Если вы только пожертвуете такую-то сумму, Бог благословит вас. Если вы мне пожертвуете, или если помолитесь, или сделаете то-то и то-то, то Бог благословит нас и нашу церковь. Мы будем расти, мы будем влиять на весь мир. И все это в конечном итоге ведет к следующему. Евангелие Иисуса Христа уже не в центре. А наш фокус должен быть именно на Евангелии Иисуса Христа. И в конце концов мы говорим, если я сделаю это или сделаю это, то Бог благословит меня. И с чем мы боремся в Америке, это с Евангелием, в центре которого я, человек, а не Христос. Мы говорили о том, что вера определяет поведение. И если вера искажается, извращается, то в итоге это приводит к краху наших взаимоотношений. А это неминуемо наносит ущерб церкви. Вот что происходило в первом веке. Лжеучителя ходили с города в город, распространяя свое учение, а потом говорили друг другу, «Ну знаешь, вот в этом городе я смог вот столько денег собрать, а вот в той местности вот столько собрал». Это еще одна из причин, почему Павел говорит, что они верят, будто благочестие служит для прибытка. Но на самом деле здесь не идет речь о каком-то благочестии, об истинном благочестии. Это эгоизм. Один автор сказал об этом так, «Если благочестие служит для прибытка, то такое благочестие никогда не приведет к истине». Если благочестие служит для прибытка, оно никогда не приведет к истине. Когда я ставил ферму, чтобы стать пастором, то я сделал это не ради денег. Я не был богатым фермером, хотя наша ферма была достаточно неплохой, у нас было хорошее оборудование. Со временем это могло привести к финансовому процветанию. Я оставил ферму совсем не ради денег. И много раз в те годы, когда я не услужил служение пастора, я задавался вопросом, «Как я смогу выжить?» У нас четверо детей, удочерение Саши стоило много денег. Но мы осознали, что Бог обеспечивает своим уникальным образом. Но не смейте никогда сами в себе думать, что служение сделает вас богатым. Да, Бог благословлял нас удивительным образом. Порой это было финансово, порой мы получали слово благодарности. Но если честно, самое большое вознаграждение для меня – это видеть измененную жизнь. Когда кто-то подходит ко мне и говорит, «Пастор Брюс, вот благодаря тому, что вы сказали, или о чем вы проповедовали, моя жизнь теперь стала другой». И Павел пишет Тимофею, «Задумайся об этом. Не занимайся служением ради прибытка». Вот сейчас я хотел бы, чтобы вы вспомнили двоих, троих, может быть, пятерых людей, которые рядом с вами. Скажем, ваших друзей. Вы можете вспомнить двоих или троих, кого вы называли бы своими друзьями? Вот что вы знаете о них? Кто они? Где они живут? Что им нравится? А теперь задайте себе вот такой вопрос. Что мои взаимоотношения с ними говорят им о моей вере? Что мои взаимоотношения с этими тремя или четырьмя моими друзьями, которые рядом со мной, говорят им о моей вере? Кто-то скажет, «У нас замечательные взаимоотношения. Они способствуют росту во Христе, способствуют росту в вере». Но я думаю, некоторые из вас, те, которые смотрят или слушают этот курс, задумавшись над этим вопросом, скажут, «Наши взаимоотношения нездоровы, они не способствуют приближению ко Христу, росту в Нем». Все ради Евангелия. Вера определяет поведение. Если вы хотите понять, во что вы на самом деле верите, оцените свое поведение глазами близких вам людей. В следующих стихах Павел продолжает раскрывать эту тему, что вера определяет поведение. С 6 по 10 стих. И Павел поднимает тему «денег». Как отношение к деньгам служит индикатором нашей веры. 6 стих. «Великое приобретение — быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир. Явно, что ничего не можем и вынести из него. Благочестие приносит пользу, оно ведет к удовлетворению». Павел не говорит о приобретении денег, но об удовлетворении. То помните, как я говорил, что Бог очень часто благословлял нас, хотя финансово очень часто мы были в отчаянном положении. Я могу привести, по крайней мере, два примера. Вот упомяну такой. Нам нужно было оплатить счет за лечение. Уже приближался срок. Несколько сотен долларов. И мы думали про себя, где мы найдем деньги? Тойт ли нам занять деньги, потому что мы хотели заплатить вовремя, но денег не было. И вот однажды ко мне подошел мой друг, решил пожертвовать мне деньги. Причем мне дал столько, сколько нужно было. Он мне сказал, ну знаешь, Господь побуждал меня, вот эти деньги, которые у нас появились, лишние, пожертвовать. И я хотел, но до дела так и не дошло. А потом мы сели с женой и решили, что часть этих денег пожертвуем тебе. Они тебе нужны? Я им отвечаю, ты говоришь, нужны? Если не считать нескольких долларов, то это точная сумма, которую нам нужно заплатить за лечение. Но если бы я думал о деньгах, а не отношениях с Иисусом Христом, Господь, что ты хочешь? Мы служим тебе, мы в твоем распоряжении, мы хотим быть теми, кем ты хочешь. И Павел говорит, что мы должны стремиться не к финансовому прибытку, а к благочестию и довольству. Господь, я доволен тем, что у нас есть сейчас. Понимая то, что говорит Павел в 7 стихе, «Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него». Я вспоминаю об Иове, который был очень богатым человеком, может, самым почитаемым человеком. Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословено. До года моего служения мне не раз приходилось проводить похороны в церкви. Никто ничего с собой не взял. Никто. Видео-семинария ТВС – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Павел призывает быть довольным тем, что мы ведем благочестивый образ жизни. Восьмой стих. «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». «Но Господь, мне скоро на пенсию, через 20 лет». «Но Бог, нам нужен больше дом». «Но Бог, нам нужно образование для наших детей». «А мы не можем этого позволить, имея пропитание и одежду». Я смотрю на свою семью и понимаю, «Да, у нас это есть. У нас достаточно еды и достаточно одежды». Если у вас есть благочестие, и у вас есть достаточно, чтобы жить, у вас, у вашей семьи, у ваших детей есть еда, есть одежда, то у вас все основания, чтобы быть довольным. Я вспоминаю слова апостола Павла, написанные в другом послании, посланник к филиппийцам, 4 главе, с 11 по 13 стих. «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Все могу не своей силой, не из-за своих денег, не благодаря своей власти, но все могу благодаря Христу, Который укрепляет меня. Он дает мне силу». Ученый-натуралист, живший в 19 веке, сказал, «Человек богат пропорционально количеству вещей, без которых он может прожить». Еще раз. «Человек богат пропорционально количеству вещей, без которых он может прожить». Я вспоминаю свой дом, вспоминаю жизнь своей семьи. Иногда думаю, что в нашей жизни слишком много вещей. Иногда так хочется простой жизни. Я думаю, не найдем ли мы в простоте следования за Христом гораздо большее довольство? Давайте посмотрим на 9 стих. «А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу». Если вы помните, то говоря о 4 стихе, мы говорили о ступенях вниз, к деградации. Здесь еще одна ступенька. Начинается все с того, что человек говорит, «Я хочу быть богат». Может быть, вы еще учитесь в университете и думаете про себя, «Но однажды у меня будет большой дом, две машины, замечательная семья и счет в банке». Но Павел пишет, «Желающие обогащаться впадают в искушение». Это как ходить по лезвию ножа. «Ух, если бы только у меня было это, то тогда бы я был счастлив». И поддавшись искушению, человек попадает в сеть. Помню, как мы с братом были еще мальчишками, и во дворе своего дома мы обнаружили, нам трудно было понять, что это за зверь. Затем мы обнаружили нору в земле, сделали удавку из веревки, положили ее вокруг норы, и надеялись, что однажды этот зверек вытянет голову из норы, и тогда мы его поймаем. Мы так его не поймали. Он так и не высунул голову из своей норы. И Павел говорит, что искушение, когда мы впадаем в него, становится той сетью, которая улавливает нас, и мы уже не свободны. Мы читаем, и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, и неожиданно наши желания начнут уводить нас не в ту сторону. И Павел говорит, что эти похоти погружают людей в бедствие и пагубу. Я вспоминаю царя Давида. Царь Давид делал много хорошего, но допустил одну, как минимум, одну большую ошибку. Ему следовало быть на войне, но он решил остаться. И он поднимается на крышу своего дворца, откуда он мог наблюдать за всем городом. Смотрит вниз и видит Версавию, купающуюся Версавию. Он впал в искушение, посмотрев на нее. Он не остановился и стал расспрашивать про нее. И ему сказали, что это Версавия, жена Урии, одного из твоих воинов. Дальше мысль проникла в его сердце, и он сказал, приведите ее ко мне. Я его окружение сказал ему, Давид, ты понимаешь, о чем просишь? Мы не можем этого сделать? Переведите ее ко мне. Грех проник в его сердце, укоренился там. Давиду была связь с этой женщиной. Она забеременела, и Давид пошел на убийство ее мужа. Бог обличил его через пророка Нафана. Давид, что ты натворил? Ты согрешил. Те из нас, кто вырос на Западе, и даже здесь, гонка за финансовым изобилием, за процветанием, настолько сильная, все пытаются обогатиться. В Америке мы живем в капиталистическом обществе. И в каком-то смысле капитализм хорош, потому что он учит усердно работать, но в то же время капитализм говорит, ты можешь иметь все. Тебе надо только сделать это и это. И часто это за счет других людей. И Павел нам говорит, нет, крестьяне не так должны жить. Посмотрите на 10 стих. Ибо корень всех зол есть сребролюбие. Он не говорит о том, что деньги есть корень всех зол. Деньги – это всего лишь инструмент. Но любовь к деньгам, жажда денег – вот это корень всякого зла. У нас около дома достаточно большой сад. Но он не наш. Он как бы общий. Он принадлежит нашему соседу, но он решил поделиться им с нами. И вот за несколько дней до того, как приехать сюда в Россию, мы работали в саду. Проверяли, как что растет, и что-то уже готово к жатве. Всякий раз, когда я иду туда, я обращаю внимание на сорняки. И как бы я хотел, чтобы наши огороды были без сорняков. Но вот как вы поступаете с сорняками? Их нельзя просто взять и сорвать. Ведь сорняк все равно вырастет. Что вы делаете? Вы стараетесь добраться до самого корня и вырвать сорняк с корню, чтобы корень не остался в земле. Если корень останется, то сорняк будет расти дальше. И Павел здесь говорит, что любовь к деньгам это корень всякого зла. Проявления этого могут быть самыми разными, но Павел говорит, что корень вот где. И из этого корня вырастает всякое зло. Далее он говорит, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Вера определяет поведение. Вера определяет поведение и влияет на взаимоотношения, о чем было сказано в первых стихах этой главы. И вера определяет поведение, когда дело доходит до наших денег. Я представляю, с какой грустью Павел писал вот эти заключительные стихи. Как если бы он писал, знаешь, я знаю определенных людей, которые сказали, бедным христианином я не буду. Я не буду бедным. Я хочу, чтобы у меня было все. Я хочу, чтобы у меня было много всего. Вы, может, думаете, но это не про вас. Но я так не уверен, потому что сам в своей жизни несколько раз замечал, что думал, что если только у меня будет это. Наши дети тоже замечают в нас такое. Они говорят, почему у нас нету того, что есть у наших друзей? У того есть лодка, у того есть снегоход, а у этого есть лучший компьютер, или у него есть айпад, или что-то еще. Папа, а почему у нас этого нет? И в моем сердце есть печаль от того, что я не могу дать им то, что им хочется. Но затем я вспоминаю, что благочестие — это великое приобретение. А желание обогащаться, желание иметь много денег уводит в сторону от Евангелия. И когда Павел дописывал эту главу, я думаю, он это делал с печалью в сердце. И мне кажется, он вспоминал имена тех людей, которые уклонились от истины, которые сбились с пути. Позвольте задать вам вопрос. Я просил вас проанализировать ваши отношения с близкими друзьями, с двумя-тремя. Как эти взаимоотношения свидетельствуют о ваших взаимоотношениях с Богом? И вот второй вопрос. Я хотел бы, чтобы вы проанализировали свой взгляд на деньги прямо сейчас. И как это свидетельствует о ваших взаимоотношениях с Богом? Хотите ли вы всегда еще? Хотите ли, чтобы у вас появилось что-то новое? Или вы можете находить довольство в том, что у вас есть? Я знаю, что всегда было бы лучше, если у вас было бы что-то еще. Может. Павел говорит Тимофею, Тимофей, учи людей основывать жизнь на Евангелии Иисуса Христа. И пусть вера в то, что Бог может обеспечить в любых обстоятельствах. Но если есть одежда и припитание, то нужно быть довольным уже этим. И главным источником удовлетворения будет служить благочестие, взаимоотношение с Богом. Силой Святого Духа. Это путь к тому богатству, которое деньги не могут дать. Итак, мы подошли к концу этого раздела. На следующем занятии рассмотрим еще несколько стихов из 6 главы. Поговорим о том, как следует подвизаться к добрым подвигам веры. А сейчас перерыв, потом мы вернемся и продолжим наше изучение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok